Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня плановое занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Отражение СВО на Украине в нарушениях прав российских моряков иностранными государствами». Ведет занятие председатель Межрегионального профсоюза работников флота «Морской профсоюз» Юрий Викторович Курнаков. Пожалуйста. Добрый вечер, товарищи! Тема, она, с одной стороны, интересная, и где-то мы все об этом слышим, где-то наши морские суда задерживают, где-то страховки, там еще что-то по телевидению мы слышим. Вот. Ну, хотел бы я начать немножко с другого, чтобы была понятна ситуация, как она, почему сегодня она так происходит, и что все эти действия, они, как сказать, начались не сегодня. Они начались, как-то мы сейчас начинаем вспоминать, что были добрые там у нас отношения с западными странами, что мы дружили там, вот, все как бы хорошие отношения и всегда будем вместе с ними. Никогда мы не были вместе с ними, и если взять немножко, пойти в историю, чтобы было понятно, кто есть кто на этой арене в среде профсоюзов, то нужно начинать наверняка с 1945 года. А вот в 1945 году, после войны, была создана Всемирная Федерация профсоюзов. Туда вошли практически все профсоюзы со всего мира, и получилась мощная такая профсоюзная организация. Вот. Но просчитывала она в таком виде довольно недолго. Сразу же, вы знаете, это, как сказать, ситуация, которая происходила в профсоюзах, она, как бы, отражение той ситуации, которая проходила в политике. Так сказать, когда Черчилль выступил со своей речью, так сказать, потом началась, прежде всего, это был план маршала, который пытались нам тоже навязать. Дальше ситуация прошла, как, кстати, план маршала мы не приняли, и тогда, как, кстати, началась так называемая Холодная война. Профсоюзы это тоже коснулось. Соответственно, основные профсоюзы, в основном западные профсоюзы, вышли из ЛФП, создали свою организацию, куда, прежде всего, его под эгидой, опять же, вечной такой у нас, как сказать, страны Англии, была создана организация, она в разные времена называлась по-разному, там, Международная конфедерация профсоюза, там, еще что-то. Последнее название ее МКП, Международная конфедерация профсоюза. Вот. И чтобы понимать ситуацию, что все, что сейчас происходит, это началось не сегодня, а именно тогда, тогда, когда МКП образовалось, они выпустили свой манифест, и в манифесте, в 49-м году, когда они образовались, они сделали следующее заявление, что они приравняли фашизм и коммунизм. Это был 49-й год. И они ничего из своего манифеста до сегодняшнего дня не убрали. Это мы не видели, как бы не хотели видеть, что мы думали, что мы со всеми дружим, и нас все любят. Нет, нас никогда не любили. Вот. Ну, еще ситуация какая-то. МКП, надо отдать должное иностранным профсоюзам, они играли в долгую. Они потихонечку, вот особенно это началось с момента перестройки, когда Советский Союз распался, они начали обучение по всем отраслям, в том числе и по профсоюзам. И МКП на деньги, это самое, Соединенные Штаты проводило обучение наших активистов. Потихонечку взращивали вот эту поросль, так мы скажем, молодую. Вот. Кроме того, если взять из наших профсоюзов, которые были в ЦСПС, потом это стало ФНПР Шмакова, имени Шмакова, они тоже вошли в МКП. И до сих пор там членство у них. Вот. Это вкратце, чтобы было понятно, кто есть кто. И мы здесь еще будем затрагивать такие структуры, как ИТФ. ИТФ – это Международная Федерация Транспортных Рабочих, которая входит тоже в МКП. Потому что я о ней буду упоминать, и чтобы было понятно. Вот. ИТФ – это туда входят в основном все транспортные профсоюзы, которые входят в структуру МКП. И отдельные, там есть железнодорожники, автотранспортные, но большая секция моряков, она большая и с очень финансовой составляющей тоже большую роль играет. Вот. Это вкратце такая ситуация. Когда? Теперь переходим к вопросу, как это проявилось, как лапмусовая бумажка у нас с начала специальной военной операции. И проявилась она буквально мгновенно. То есть даже можно здесь принять ситуацию такую, что это было подготовлено уже заранее. Потому что нельзя за неделю уже подготовить какие-то заявления, начинать уже какие-то действия по задержанию наших судов. Это было, я думаю, спланировано и было уже разработано. Вот. Что касаемо задержания наших судов. Ну, вообще, как сказать, профсоюзы, профсоюзы, они должны быть вне политики. В том плане, что, допустим, они не могут заниматься, прежде всего, защитой интересов трудящихся. И когда начинает задержание судов наших именно по принадлежности к российскому судоводельцу, российский груз, либо националист даже моряка. Российский моряк, значит, судно должно быть задержано. То есть это уже не профсоюзная солидарность, это что-то другое, ближе к, так сказать, что они хотели уравнять. Это больше похоже на деление по расу и принадлежности. Это ближе к фашизму. Вот. Только 22-го, с самого февраля, началась специальная военная операция. И тут же, тут же пошли действия. И действие самое интересное, что, понятно, там, допустим, есть капиталисты, непосредственно политики и все прочее. Но когда впереди побежали именно профсоюзы, которые вот в ИТ, входящие в НКП, то есть они первые проявили инициативу по задержанию наших судов. И вот, чтобы не быть, так сказать, буквально немножко приведу примеров. С 28-го февраля, сразу после обращения министра трансфер Британии Гранта Шапса ко всем портмоператорам стали отказаться обслуживание российских судов. Это обратились британские профсоюзы. 28-го февраля 22-го года. То есть правительство еще ничего не принимало, а именно британские профсоюзы докеров обратились с предложением в британские министерства. Тут же уже начали докеры, портахал, известили агента с разгрозой механики Путятин, флаг Российской Федерации, следовало за Архангельсу, что суды не обслужат. Соответственно, механик Путятин повернул обратно. Дальше МФТ, то есть МФТ – это аббревиатура ITF, Нижневая Федерация Транспорт-Рабочих, русская аббревиатура. Она уже располагала на тот момент базой данных по российским судам. По оценке агентства Bloomberg числилось примерно 1700 судов под российским флагом. И еще порядка 200 судов под иностранными флагами, где владелец собственник российского происхождения. Также профсоюзы Нидерландов обратились к своему правительству с тем, чтобы начать блокировать наши суда. Были задержания наших судов во Франции. В Австралии был направлен докерами нотисы всем нашим судам, которые там в этом районе ходили. с тем, чтобы они не заходили в порты Австралии, потому что их обслуживать там не будут. Именно докеры. В итоге получается, что вот и еще одна ситуация. Непосредственно отслеживали нахождение наших судов, где они, когда должны заходить и все прочее. Это посольства Украины в странах этих. Куда заходили, они давали информацию, что тогда-то должно зайти судно, либо с грузом. Задерживали даже суда под немецким флагом. Потому что якобы где-то прослеживался след от того, что груз какое-то отношение имеет к России. Надо еще здесь сказать, что мы не говорим о каких-то военных грузах. Это обыкновенные гражданские грузы. Та же нефть, та же газ, та же самое удобрение. Вы знаете, что это самая как бы зерновая сделка, она практически, мы от нее ничего не получили. Была перекрыта нам перевозка тех же самых удобрений, зерна. Поэтому очень было, вот если со стороны смотреть, такое впечатление, что все были готовы к этому. Почему очень слаженно они начали действовать. Вот 3 марта, буквально через несколько дней, после начала специальной операции, с пресс-релизом, который опубликован на сайте ITF, выступает Падди Крамлин. Падди Крамлин – это председатель секции докеров ITF. То есть куда входят докеры всех этих самых стран. В основном это по всему миру, там и Австралии, и Великобритании, и Нидерланды, и все прочее. То есть, он выступает и призывает, вот ему пресс-релиз, но я полностью зачитывать не буду, после нефига выдержки. Трудящие всего мира решительно выступают против российского вторжения, включая тысячи докеров, демонстрирующие солидарность с народом Украины и презрение к путинской агрессии. В Великобритании членская организация докеров МФТ, профсоюз «Юнайт» в конце прошлой недели объявила о том, что члены профсоюза докеров откажутся от погрузки и разгрузки судов, принадлежащих России или контролируемые ей в британских портах. профсоюз активно добивается от правительства принятия мер в масштабах всей Великобритании. Профсоюз добивается. Это, так сказать, братская солидарность появляется. В Новой Зеландии членские организации МФТ, профсоюз моряков Новой Зеландии, профсоюз железнодорожников и моряков объединили свою сильную неделю, чтобы вручить письма протеста капитану судов под российским флагом и принадлежащих России, заходящих в порты страны. Генеральный секретарь секции докеров заявил, что важно отметить, что любой протест направлен не против российских экипажей, а против агрессии решения президента будет. То есть здесь непонятна ситуация. Они фактически тем, что запрещают заходы наших судов в свои порты, то есть они фактически лишают работы моряков. И говорят, мы не направлены на против моряков. Сам Падди Крамлин, он является еще председателем профсоюзов докеров Австралии. Он призвал премьер-министра Скотта Моррисова-Песницы и правительствам других стран отказаться от отказа экономической поддержки режима Путина. Поэтому здесь санкции очень интересны. Я уже говорил по этому поводу, что как бы проявили, кто есть кто на самом деле. И вот эта вся солидарность, она тут же рассыпалась профсоюзными. То, что они заявляли, мы сейчас говорим, допустим, о том, что в мире идет подмена понятий, что хотят уравнять фашизм с коммунизмом, в то же время переписать историю. Они не скрывали бы это. Они писали об этом еще в 49-м году. Просто мы это не видели почему-то. Но профсоюзы пошли дальше. Профсоюзы ITF. Они в июле прошлого года создали фонд помощи Украине. Ну, надо здесь сказать, что ITF, есть как бы еще одна организация, то есть они как бы разделены. Есть ITF, глобальная организация, которая вышла в квартире в Лондоне, и вторая организация, ITF, Европейская Федерация. И там, и там были открыты фонды помощи Украине. То есть, фактически, только когда он был открыт в июле месяце прошлого года, сразу же было на счетах порядка 200 тысяч долларов. Сразу было перечислено этот фонд. Соответственно, все членские организации, которые входят в этот, в ITF, они должны перечислять в этот фонд деньги на помощь Украине. Но на сегодняшний день сумму эту трудно посчитать, потому что где-то только на конец прошлого года там было около миллиона долларов уже в этом фонде. Что же наши профсоюзы? Как я сказал, что есть профсоюзы у нас, в том числе и российские профсоюзы, как вот Шмаков, допустим, он в МКП входит, фактически тоже как бы косвенно причастен к этому бойкоту наших судов и вообще действиям западных стран. Есть у нас российский профсоюз моряков, который входит тоже в ITF. Чтобы было немножко понятно, ситуация вот с ITF. Я беру морскую секцию. Морская секция, она в свое время была более прогрессивная. И началось это в 70-е годы, и в то время ITF, как бы, можно сказать, что она действовала, свои действия были направлены ее на защиту моряков, все прочее, именно действия против того, что сюда уходили под удобные флаги, так называемые офшорные флаги, зоны. Вот, ну и, а что это получалось, что если, грубо говоря, моряк с Нидерландов, с Лондона, там еще откуда-то, с Великобритании, с владелем, он имел рабочее место на английском судне, под английским флагом, допустим, то когда стало возможно регистрировать суда в офшорных странах, то моряки уходили, так сказать, в офшорные зоны, вернее, владельцы регистрировали сюда, и моряков уже могли нанимать не националистской страны. Вешали флаг, допустим, Кипра, маршалов островов, там, Панамы, и все прочее, то есть им могли нанимать более дешевую рабочую силу. И ITF тогда объявила именно борьбу против удобных флагов, чтобы входили все под своими национальными флагами. Ну, с этой позиции ничего, собственно, не изменилось, и мировой флот где-то на процентов, минимум 60 процентов флота, входит под всякими акциональными флагами. Панамы, Либерии и все прочее, то есть. И ITF в то время, каким образом действовало, то есть судно заходит в порт, и оно, допустим, говорит, что можно заключить коллективный договор. Если владелец отказывается, докеры отказываются его разгружать, загружать, и в итоге получается, что как бы навязывается договор, и как бы эта ситуация была направлена вроде на благо моряка, но когда воль витальна разбираясь в этом деле, получается, что в этом деле были изинтересованы и грузовладельцы, и судовладельцы основные. Потому что, если взять те же фрактовые ставки, то фрактовые ставки, как правило, те суда, которые уходили под дудовым флагом, они начинали заниматься демпингом. А демпинг шел за счет того, что ниже зарплаты было у моряков. А если взять затраты на судно, то где-то 60 процентов это зарплата, общая затрата по судну. Но ситуация кардинально изменилась в 2006 году. В 2006 году была принята сводная конвенция о труде в морском судоходстве. Эта конвенция, получается, объединила 87 конвенций по морякам, которые были приняты с 1906 года и по 2000-е годы фактически. Где, в принципе, принятие этой конвенции фактически нивелировало роль то ИТФ, не нужны эти забастовки докеров и все прочее, потому что уже начало регулировать государство. Но трудно отказаться от такой деятельности ИТФ. она начала уже как бы на этих взносах паразитировать. Взнос собирает, а особой помощи уже как бы, потому что власти уже могут эту помощь оказать государству. И они, каким образом, чтобы было понятно, вот сейчас я перейду немножко непосредственно к нашим профсоюзам и нашим компаниям. Нашей компанией, если взять, допустим, такую крупную компанию, как Совкомфлот, она была создана еще в советские годы. Потом называлась, кстати, она раньше Советский коммерческий флот, а сейчас называется Современный коммерческий флот. Суда были тоже для того, чтобы быть конкурентоспособны, они были под флагами в основном Кипра. Наши пароходы были под флагами Кипра. И там тоже размещался, летел договор, одобренный так называемой ИТФ. А заключал его здесь Совкомфлотом непосредственно российский посольство моряков. Каким образом заключается коллективный договор? Чтобы было понятно финансовая составляющая. Финансовая составляющая следующая. То есть перед тем, как заключается коллективный договор, одобренный ИТФ, судоходная компания должна подписать сначала специальное соглашение. Именно с Лондоном. По этому специальному соглашению единоразово компания судоходная должна перечислить в Лондон 300 долларов за рабочее место в год. Но чтобы было понятно цифры, это получается, если Совкомфлот у него почти больше 100 судов, то фактически Совкомфлот перечислил в Лондон, единоразово, просто в Лондон, порядка полумиллиона долларов. Но договор этот дальше уже подписывался непосредственно коллективный договор, который есть аффилированная компания, здесь у нас самая профсоюзная организация российских профсоюзов моряков, который уже заключал коллективный договор. Непосредственно вот я беру конкретно Совкомфлот. И если взять коллективный договор вот этот одобренный ИТФ, в нем было написано, что в принципе никакие санкции, вот коллективный договор такой заключитель, никаких санкций, ничего не попадаете. Но как только началась специальная военная операция, именно прежде всего Совкомфлот попал в первую так сказать десятку компаний, которые были подвергнуты санкциям. Совкомфлот работал с Новороссийска, соответственно были наложены на Совкомфлот на все суда санкции, что с Новороссийска нельзя возить. И уже как сказать с Новороссийска нефть возили уже греки. Ну Российску нефть сейчас кстати на грехов тоже пытаются санкции наложить. И коллективный договор одобренный ИТФ все проще профсоюзом вот этот ИТФ и РПСМ который был заключен он никаким образом не спас Совкомфлот от санкций. И когда практически кроме того нужно говорить о том что Совкомфлот фактически с этого рынка ушел с Новороссийска и мы можем искать какие-то запасные площадки перестраивать логистику но это не только Совкомфлот это я просто беру Совкомфлот потому что это глобальная компания больше ста судов которая в основном и занимается перевозкой нефти газа прежде всего работает и по всем нефтяным проектам по Сахалину 1 по Сахалину 2 и перевозки до сих пор в Японию возят газ когда Совкомфлот пришел в профсоюз в РПСН говорит ну как так мы ничего не нарушаем ничего те сказали мы ничего сделать не можем Совкомфлот вынужден был уйти на запасную площадку в Арабские Эмираты и сейчас компания через которую работает Совкомфлот называется Санкшип менеджмент Арабских Эмиратов тоже по различным как сказать условиям они вынуждены изменить флаги то есть там же опять же флаги Панамы или Берии прежде всего там находятся вот и тем же самым занимаются перевозкой нефти и газа кстати то что было озвучено у нас и по телевидению на самом деле возят наши как сказать судовладельцы и газ и нефть тут же жиженый газ возят тоже Европу но это уже немножко вот в то же время мы здесь должны упомянуть о том что Совкомфор куда ушел на запасную площадку но при этом не все моряки были туда устроены некоторые потеряли работу пришлось им искать именно из-за этих вот санкций я говорю что санкции строятся именно по вопросам принадлежности груза судовладельца какие-то там следы ну и даже под иностранным флагом и плюс конкретно были случаи во Франции когда наши суда это принадлежность именно то что он русский вот поэтому понятно что деятельность ITF на территории России она стала не только мягко говоря нежелательной а можно сказать что она стала вредить в том числе как сказать и нашему государству об этом наконец-то услышала наша генеральная прокуратура и в сентябре 5 сентября генеральная прокуратура Российской Федерации нашей выпустила такое-то самое постановление вот 5 сентября генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании деятельности Международной неправительственной организации нежелательной на территории РФ. По результатам проверки в Генеральной прокуратуре РФ приняло решение о признании нежелательной деятельности Международной неправительственной организации International Transport North Federation в Великобритании. С начала проведения специальной военной операции лидеры данной организации, являющиеся гражданами Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями, открыто осуждая ее проведение. Установлено, что одним из основных направлений работы организации 2022 года является действие введения максимальным числом стран, по примеру, в Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированные в нашей стране или арендованные российскими компаниями, а также входящими под российским флагом. По инициативе секции докеров, входящих в ее структуру, подконтрольные профсоюзы в иностранных портах срывали развод заходивших в них российских судов. В подвиге солидарности с украинскими транспортниками организация проводит кампанию по сбору финансовых средств для последующей отправки на Украину. С начала специальной военной операции различными подконтрольными киевами структурами было передано более 500 тысяч долларов США. Используя ресурсы медиа, организация систематически размещает в формируционном пространстве политизированный публикац, формируя негативный образ России за рубежом. Таким образом, в своей деятельности странная международная организация представляет угрозу конституционному строительству федерации. То есть, как-то услышали, в том числе и на государственном уровне, что мы как бы в атрибе берем, что санкции, санкции, вот, и прежде всего мы же говорим про санкции, про перевозки, про перевозки нефти, про перевозки газа, вот, потому что морская отрасль, это глобальная отрасль, одна из самых важнейших, то есть 80% противоперевозок, это является морем, основной перевозок по всему миру. Так что, ну, до конца, я так понимаю, что ситуация потихонечку, хоть и генпрокуратура этой деятельности организации заинтересовалась, но, фактически, допустим, я не вижу каких-то реальных действий, потому что наши суда, как же и байкотируют, как сказать, через профсоюзы, так же продолжают. То есть, ничего, в принципе, не изменилось на этом. Плюс есть наши организации, которые входят, тоже в российский профсоюз, которые входят в ИТФ, максимум, что они убрали свою символику, но те же договора заключают, одобрены на ИТФ. Она, фактически, идет финансирование через Лондон, Украина. Вот. Как вы знаете, ну, здесь со всех сторон пытаются, через профсоюзы, через страховые компании, еще какие-то подконтрольные им ресурсы, бойкотировать, ну, палки в колеса вставлять нашим грузоперевозчикам, нашим судовладельцам. Вообще, парадоксальная ситуация у нас. Когда вот сейчас обнажилось, вот все, как на ладони, так, в связи со специальной военной операцией, выясняется, что мы ничего не производим. Мы, в принципе, как сказать, все подконтрольно, и когда начинаешь выяснять вимфициров, владельцев, тех же компаний, они получают за границей. Вот. И берем профсоюзы, ИТФ, штаб-квартиру в Лондоне. Основные морское страхование Пиэндай в Лондоне, правда, зарегистрировано на Маршаловах Островах. То есть, страховая компания Пиэндай в Лондонской компании зарегистрирована на Маршаловах Островах. Вот. И тот же флот. Получается, что только сейчас мы вспомнили, что вообще-то нужно самим строить свои суда. И сейчас происходит, когда вот получается, что монополисты, получается, у нас, как сказать, Англия, прежде всего. И, соответственно, мы столкнулись, наши судоводельцы и моряки столкнулись с тем, что наши суда, то есть судно, чтобы выйти из порта, не сможет, если не оформлена страховка на судно и страховка на груз. То есть, судно просто не упустят. Как правило, страховка – это страхование идет каска. То есть, в одном пакете страхуется судно. Ну, судно от всяких вещей, там, от столкновений, там, несчастных случаев, ну, всякие, форс-мажорные. И плюс страхование жизни моряков. И отдельно страхуется груз. То есть, когда груз только принимает аборт, то есть, когда страховая компания, но, как правило, опять же, страховая компания пейендавит в Лондоне. Ну, можно сказать, допустим, Ингестрах страхует наше суда. Но перестраховка опять идет пейендавит. И сейчас, естественно, имея все нити управления, то есть, по страховке, прежде всего, они начинают говорить, что мы сейчас, ну, услышали, допустим, что ваша страховка не подходит. То есть, по большому счету, мы говорим, мы сами застрахуем. То есть, сейчас идет разговор о создании собственной страховой компании, в которую войдут, так сказать, основные страны БРИКС. Собственно, сумма, которая для перестрахования, она довольно приличная, то есть, покрывает все расходы. Но нет, должна быть только эта страховка. То есть, ваша страховка не подходит. Здесь идут угрозы. Ну, были такие попытки остановить наше суда в Черном море. Турция там пыталась, подходит или не подходит страховка к перевозке. Сейчас это, опять же, намекая на страховку, в то же время они переходят, как сказать, к вопросу о закрытии Балтики. То есть, уже наши суда будут проверять, не знаю, каким образом эти шведские военные, на предмет страховки. Что страховка якобы, ну, чтобы узнать. То есть, военный пароход приходит к нашему торговому судну и говорит, что покажите вашу страховку, ваша страховка полностью не покрывает. Мы боимся, что вот сейчас там что-то разольется и у нас, там, экологическая кирострофа будет. Ситуация-то какая? То есть, поздно мы, конечно, начали об этом думать, но лучше позже, чем вообще никогда. То есть, создание собственной компании, страховой морской компании, где будут застрахованы, в том числе и моряки. Чтобы было понятно, допустим, страховка у моряка, вот то, что по договорам идет у нас, она порядка 200 тысяч долларов по летальному исходу. И полностью все прописано там. Поэтому, как бы, будет создана, она фактически уже практически создается, там, самая страховая компания. Но, соответственно, ПНДАЙ, если они, как сказать, откажутся от страховки, то, соответственно, деньги основные выйдут, опять же, в другую компанию страховую. То есть, они, с одной стороны, пытаются нам все больше и больше санкций вводить, а в то же время, получается, как бы, начинают нас шевелить, и мы начинаем думать, начинаем что-то делать. Ну, на этом, конечно, все еще, как сказать, не закончилось. Вы знаете, что постоянно идут самые различные санкции, и каким образом они сейчас касаются еще наших моряков. Наши моряки, очень много моряков работают в иностранных компаниях. За рубежом тоже Майерс, Берта Шульте, Коламбия, там, многие компании, хорошие условия, все прочее. То есть, но ситуация в чем возникает? То есть, расчеты в этих иностранных компаниях приняты в иностранной валюте, прежде всего, в долларах. Соответственно, в связи с тем, что сейчас банки попали под санкции, то есть, с прошлого года многие моряки испытывают проблемы с получением денег. То есть, они открывают Сбербанки, Сбербанк попадает под санкции, они идут, как сказать, в Альфа-банк, Альфа-банк под санкции. То есть, и сейчас получается, что моряки, ну, как сказать, выкручивают сейчас, и сусладельцы тоже, они согласны платить, но не могут выплатить деньги. Потому что они не доходят до моряков. Решают по-разному сусладельцы эту проблему. Некоторые пытаются через судовых агентов, когда судно заходит в порт, на каждое судно, даже в иностранный порт, допустим, есть агент судовой, который занимается манкировкой, там, все прочее, то есть, всякими вопросами, как представитель сусладельца. В том числе, они просят, чтобы судовой агент выплатил зарплату, в валюте, допустим, в долларах. Но ситуация какая получается. Наши моряки зашли в Польшу, в Польшу запретили нашим морякам выплатить зарплату на суде. Есть другие страны, по другим вещам отказываются перевозить, потому что это наличка. В Бразилии отказались перевезти деньги, потому что, говорят, у нас преступность такая, с такими деньгами, мы просто до парохода не доедем. Следующая ситуация. Хорошо, моряк получил деньги, налички. Проходит через финскую или какую-то еще границу. Пограничникам уже были случаи. Все равно, что он показывает контракт, что это заработанные деньги, он больше, какую-то сумму ввозить нельзя. Допустим, больше, там, пяти тысяч долларов, все. А моряки, допустим, если взять капитанов, этих крупных судов, этих танкера, там, эти газовозы, там, они по пятнадцать, по двадцать тысяч долларов в месяц получили. Очень большая сейчас проблема. Мы пытаемся этот вопрос решать с различными банками, в том числе с Газпромбанком разговаривали. Газпромбанк же у нас как бы не совсем под санкциями. Но моряки сами пытаются каким-то образом решить вопрос. Кто-то в Турции открывают, кто-то в Белоруссии есть банки, которые не под санкциями там. Но, соответственно, банки начинают, те, которые могут таким образом, начинают на процентах играть. В том числе, как сказать, это очень большая проблема на сегодняшний день. И вот единственное решение вопроса, собственно, создание, как сказать, своей платежной системы, что вот недавно, в принципе, появилась такая информация, что будет создана система Paybricks, куда, в принципе, войдут основные, опять же, страны Брикс, это, прежде всего, Китай, Россия. И как-то нужно будет эту ситуацию полностью менять. Хотя ситуация очень сложная. Разговаривал я и с китайскими банками, но у нас здесь есть и чайная банка, но они тоже нету, у них почему-то банк-клиенты, то есть они не могут самоработать по этим переводам. Кроме того, еще одна проблема есть у моряков по поводу страховки межрейсово. То есть, владельцы, многие страховали моряков на межрейсовый период, для того, чтобы бонус какой-то сделать. Но страховали в иностранных компаниях. Допустим, Майерс страховала в компании, в датской компании. В датской компании отказалась российских моряков страховать. Потому что, говорят, а как мы будем исполнять обязательства по страхованию? Ну, это какие-то лечения, там, скорая медицинская помощь, там, еще что-то такого плана. Вот. Вот такая, в принципе, ситуация. Ну, она тяжелая. И то, что, вот, вопиющая, конечно, ситуация по поводу того, что, понятно, там, страны, там, санкции ввозят. Но когда впереди бежит, самое, профсоюзы, которые должны быть, наоборот, потом, самая солидарность какую-то появляет. Это очень непонятно. То есть, ну, фактически, если обрять возвращаться, как они были созданы и кем были созданы, то есть, понятна их роль. Кроме того, сейчас состоялся у нас съезд транспортной секции Всемирной Федерации профсоюзов в Греции. Мы, к сожалению, там не попали тоже из-за логистики поездки ПДА. И мы сейчас будем создавать собственный инспекторат профсоюзный, который тоже будет по всему миру у нас. Но для начала мы сейчас планируем сделать Каспийский проект. Прежде всего, объединить страны, которые войдут в эту, так называемую, морскую подсекцию. Это будет Иран, это будет, собственно, Казахстан, Азербайджан и, собственно, мы. Тем более, что грузоперевозки по Каспию только увеличиваются. Сейчас судоходство очень активизировалось там. Плюс есть и, так сказать, рыбная ловля, то есть там и, так сказать, добыча ее от рыбопродукции и все прочее. Транспортные коридоры, которые идут с севера на юг, они как раз через Каспий проходят. Я не беру то, что сейчас будет строиться там железнодорожная ветка и все прочее. То, что сейчас именно морские перевозки увеличились. А это же перевозки не только нехти с опосочью, а это же и идет строительство тех же атомных станций, которые, то есть, это, соответственно, негабаритные грузы и все прочее. То есть, вот, тема, конечно, очень интересная и, может быть, не до конца я смог раскрыть эту тему, потому что она очень специфичная. Но именно хотел довести до вас вот такую ситуацию, что ситуация на профсоюзном, так сказать, поле деятельности, она тоже очень идет динамично и идет борьба. Не ложись, а на смерть. Спасибо, Юрий Викторович, вы здесь вторили вопрос. Ну, какова позиция Индии и КНР по отношению к российским судовым компаниям и морякам? Ну, если брать Китай, то очень хорошее, в принципе, отношение и все прочее. То есть, и Китай довольно самостоятельная держава, которая может, так сказать, действовать независимо. Что касаемо Индии, Индия, ну, как вы знаете, они пытаются и там, и здесь какую-то позицию занять. Вот сегодня, как раз появилось, вчера, кажется, зашел танкер Совкомфлота. Сейчас нефть, в основном идет с Ирана, на Китай, на Индию, Совкомфлот возят. И судно Совкомфлот зашел в Индию. То есть, это плановый заход, все прочее. Но, в связи с тем, что Лондон, Штаты говорят, что вот, они уже озвучили, что под именем Санкт-Менеджмент ходит Совкомфлот, нужно идти сюда байкотировать, все прочее. То есть, и Индия сейчас, вот, судно стоит на рейде, и они не знают, то ли принять, то ли не принять. И нужна нефть, и тут же, как бы, вот, так что с Индией нужно еще работать. Какие профсоюзы, разве федерации входят в структуру МФТ, а какие не входят? Ну, я уже говорил, что структура МФТ, это Международная Федерация Транспортных Рабочих. И у нас на заре перестройки все, как сказать, ну, считали своим долгом, что есть старший брат в Лондоне, нужно быть обязательно членами. И поэтому все побежали туда, быстро вступать. И вступили туда у нас железнодорожники, автомобилисты вступили там, часть самая. Потом, естественно, вступили туда морские профсоюзы. Сначала одна-три. Было северо-западный профсоюз, который сейчас до сих пор еще, российский профсоюз моряков. И был еще профсоюз работников водного транспорта. Профсоюз работников транспорта ушел оттуда, сейчас два профсоюза там осталось. Вот. И там же числится, там еще профсоюз, были авиадиспетчеры, но они вышли, авиадиспетчеры. И там еще, как бы, числится профсоюз докеров. Российский профсоюз докеров. Который тоже не знает, куда примкнуться. Вот. Он и там был, и в КТР, и со спровками. Это отдельная тема. Все, вопросы закончились. Заключительное слово. Ну, что я хотел сказать. Все пройдет. То есть все санкции, все прочее, все равно мы переживем это время. И я думаю, что то, что выпало на нашу долю, именно вот специальные военные операции и все прочее, то есть, как бы не странно, вот я хотел повториться, что она, как бы, нам и помогает. Помогает избавиться от тех либералов, которые заполонили, от эффективных менеджеров, которые миллионные, и сейчас где они все находятся. Наконец-то вспомнили о том, что нужно, как сказать, что-то свое делать своими руками. Надо строить, не только продавать, а самое нефть и газ. Оказывается, мы вообще ничего за эти годы ничего не делали. Все жили за счет того, что у нас были запасы прочности Советского Союза. Вдруг вспомнили, что оказывается, чтобы развивать производство, люди нужны. Людей-то нету, специалистов нету. Ну хорошо, завтра можно построить новое судно, там все прозже за год, а кадры-то воспитать. У нас сварщиков нет. Сварщиков нет, полюбцированных. Мы берем сейчас то, что в Выборге, вот ситуация, ну знаете, там, как сказать, какая-то непонятная забастовка, не забастовка, но по крайней мере там рабочие свои требования. Основные требования в чем? Начали нанимать гастербайкеров на строительные заводы. У нас, кстати, и на Балтийском заводе то же самое. В том числе и украинцы там работают, сварщиками. Поэтому будем надеяться на лучшее, что те заделы, которые наше правительство сейчас наметило, что они только будут развиваться и наконец-то в первую очередь будут думать не о эффективных менеджерах, а именно о рабочем человеке. Это основа государства. Спасибо вам, Юрий Викторович. Поздравить, товарищи, встречаемся мы в следующий четверг. Тема нашего занятия – теоретическая и практическая борьба с современными формами оппортунизма в левом движении в РФ и на международном уровне. Ведет занятие первый секретарь ЦК РК РФ Степан Сергеевич Маленцов. Встречаемся в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok